всем привет как говорится остров невезения в океане есть именно на него мы и отправляемся это остров киос всех приветствую на прохождение с этим скрит одессе ну что же да сегодня у нас будет просто животворящее такое путешествие опять к этому злочастному острову киос как помните когда мы возвращались с нашего как бы вот это местечко фокиды вот через эти вот эти острова там фигово туча было пиратов и здесь конечно было просто такое жуткое столкновение но да ладно просто посмотрите предыдущие части вы все поймете и так давайте отправляться на наш корабль вот он как раз с кем одессе напомню то что в прошлой части мы побывали в пещере пана и кто знает легенду о руне я сона том самом золотом да точно знает что пан был такой барашек который ходил как человек и помогал я сону и так все полный ход и погнали тут собственно недалеко где-то я же правда тут заброшенный остров но нам пока туда далековато еще да все-таки там еще сидит циклоп такой жесткий очень гад нам пока к нему вообще пытаться как-то залезть нет смысла давайте тогда просто где-то нам вот туда в ту сторону там есть какое-то интересное место там еще вопроситель нужно как раз туда и за глянем и возможно на какие-то сокровища вот кстати говоря это пираты судя по всему и я бы не прочь испытать наше судно все таки мы давно как-то не нет скорее всего это просто афиня это не пираты я уж так и думал дайка сейчас попробую испытать наше судно в бою а вот тут самое интересное место похоже здесь прям какой-то этот арена мне так кажется там даже люди какие-то есть да давайте здесь немного пришвартуемся глянь просто может что-то и будет интересное оставим-ка управление погнали посмотрим что интересного там есть вот там что-то видно ребята пляшет танцует скорее всего местные фанатики я надеюсь он не нападать на меня точно не станут ребят вам как-то вообще хорошо да хотя не заметили у меня зади палка какая интересная при случае при столкновении я покажу как ей управлять очень интересное оружие прям чувствую себя шиолинский монахом а здесь между прочим неплохая такая этот глубина может быть это одно из испытаний где надо на самую на самый низ озера окунуться в поиск сокровищ да возможно это интересно давайте попробуем опа одессе не так и глубоко да я все-таки рассчитывал здесь будет прям какая-то и марьянская впадина очень просто приметное место ну здесь рыбы есть но в игре нет рыбалки и это прискорбно для села можно отсюда текать я думаю да и наш орел ничего не говорит но уж жалко как ну сам факт того то что здесь такие есть прикольные места довольно оживленные вот с такой архитектурой да и плюс еще людишки здесь есть тоже это прикольно что разработчики просто на просто уделили этому внимание ладно не будем тогда отвлекаться от нашего маршрута а 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 подводные пещеры было здрасьте приехали давайте еще раз посмотрим на карте мужмы и а вот она где теперь понятно где тут их так оставим бы зника управление дайте посмотрим вот она эта пещера вот там она надеюсь здесь тварей никаких не будет подводных погнали тогда сплаваем по-бырому только я сказал не будут и они уже как тут как тут но у меня палка так что я думаю биться буду бить буду сильно быстрее в пещеру а не успели засранцы так надо быстрее здесь все сканировать сканировать смотреть ни черта не видно вот что делают hdr животворяющие денег что тут лежит еще какие-то штучки у вас сундучок это я люблю пояс бойца нифига себе 21 уровня и там акулка сидит тоже 20 уровня и надо как-то быстрее текать давайте возвращаемся на поверхность удерживайте удерживаю как могу давай греби быстрее все благополучно разорили акулу оставили ни с чем и можем текать суть и по всему здесь море вообще у нас тихо и спокойно раньше здесь было столько пиратов что они не протолкнуться буквально спарта с одной стороны афина с другой и начинает сражаться а здесь интересны кстати эти построечки такие блокпосты вот мы и на месте тут самый остров киевс осталось теперь найти здесь местных самаритян ага еще блин куда-то вот так тягонько через интересного дядька какой-то стоит скорее всего это просто нас эти давайте наберем там уже будет как-то этот делать будем сечу по ходу это как у нас руки дойдут до этого орет помощник а это имя орет емая им орет помощник ну да ладно для начала давайте эту точку спиро знаете что сделаем осмотрим вернее этот остров с нашей точки возвышенности обзора коняшка видать еще не приплыла к нам так что идти не хочет ну да ладно а вот бежит а уже поздняк тут надо только карабкаться ура вижу кабана какого-то лежащий лево да ну пока то что одну кабанятину только вижу о пацан тебя нормально для ну да здесь видать засуха тупо остров посреди воды да ну ты хотя бы на растение ну серьезно а все кончилось ну ладно так где что-то лев лежащий то синхронизируйте . а вот он ты где лежишь здесь чем поживиться опачки ништячок какой-то орехалковая руда вот мы осмотрели эту точку у нас новое перемещение есть и давайте посмотрим что тут до кого вот этот гарпал тут находится вот эта крепость корейсии давайте по заданию ксения на острове киос она в городе крик корейсия в западной части месте пирата она руководит пиратами из храма афины недусии где на запад запад слева крепость корейсии тут значит вот это типа город а тени на острове киоса тени на острове киоса храм афины недусии тут аполлон тут ливиный холм древние руины сириуса меспирата вот западная часть меспирата так она ага значит мне нужно еще сюда грести куда-то ладно давайте может быть спера сюда потом вот это мы пока оставим на потом пока это дело нам не уперлось давайте сперва туда и кстати наш прыжок эффектно сейчас оба и никакого увеличая вообще классная тема читерская постигаем с любой точки и кайфуем как нас классно плючит а земную дверь пещера леса даже тут где то есть да я только не прошарил где ну ладно я уже вижу вернее наверное да я чувствую на карте уже где-то находится на емчик который точно придет за мою душу как они так быстро успевают тупо при этот приплыва сюда на этот остров за мной как будто на буйках еще прицепились кораблю и давай за мной надо тут маленькая обзорная . не знаю зачем мы сюда конечно запихали дать так чтобы было нет м а м м м м м Обломки лодки Мариноса и Карл улучшил навык восприятия. Ну ничего такого интересного, но по крайней мере, да, эта территория у нас под запретом. Так, и где-то здесь у нас находится эта дамочка, пиратами из храма Афины Недусии, Коресия и Кузнец. Где, блин, храм Афины, ку-ку. Ну ладно, давайте тогда, может, как-то наши... А ну вот, возможно, там, конечно, храм, почему бы и нет. Все-таки точка возвышенности там. Глядишь, там она и будет находиться. Вот, да, действительно, я близко к цели. А тут даже Зев сказал мне, вот, куда ты там слоняешься. Что ты тут, солдат? Одни пираты. Похоже, они правят островом. Пираты, здесь власть. Да, и меня, самое главное, никто не воспринимает. Хотя, подожди-ка, подожди-ка. Давайте не будем так бежать. А то не глядишь там. А, они вроде такие безвредные. Азираться на меня так сильно не будут. А вот здесь эти явно начнут озираться. Так, давайте еще раз сейчас быстренько посмотрим. Нам вот сюда. Давай, давай. Что ты? Есть. Все, погнали прям этот. Сейчас мы встретим эту дамочку Ксению. Эй, вроде никого. Путь свободен. Прошу пощады. Так, значит, пощады? На тех, кто смеет торговать здесь невольниками, мы ставим метки рабов. Отправляем в Атику и самих продаем в рабство. Так, что ж мне этой дамочи сказать два на два по диагонали. Эх, ты ж ее. Так, ну я искал встречи с тобой. Мне нужна информация. Давай, я искал встречи с тобой. Я надеялась встретить великого пирата, Ксению. Это ты, не так ли? Льстишь ты умело. Но зачем я тебе понадобилась? Хочу заключить сделку. Почему я должна доверять тому, кто пробрался сюда тайком? Я искала встречи лицом к лицу. Твои пираты вряд ли позволили бы мне это сделать. Говори. Я ищу женщину. Она когда-то покинула Спарту. Этого мало, Кассандра. У нее на руке родинки в форме созвездия Орла. Вот это уже интереснее. И кто же эта женщина? Так, и что же сказать? Преступница она мать, не важно. Ага, соврать, конечно, тоже будет. Ну, не по-людски. Давайте мать, если что, перережем ей глотку. Ну да ладно. Она моя мать. Я не видела ее с малых лет. Значит, ты хочешь найти свою семью? Можно и так сказать. Тебе предстоит нелегкий путь. А Спасия направила меня к тебе. А Спасия? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но за достойную плату. Сколько попросишь? Ты явно не обеднеешь. Пятнадцать косарей? Вы шо? Почему так много? Алло. Почему цена столь высока? Под моей защитой город и его жители. Я не хочу воевать и сделаю все, чтобы война не настигла нас. Так, а подкопить можно? Ну, давайте мы вернемся. Сейчас у меня нет таких денег, но я вернусь. Я не тороплю тебя. Нужна работа? Спроси у моих людей в городе. Тут всегда найдется дело для наемника. Доверишься пирату, все равно отдашу ему денег. Так, раз нужны деньги, придется искать себе работу. Капец. Первый раз мне так этот... Первый раз мне именно в квесте сюжетом требуется столько денег. Да вы что, прикалываетесь что ли? Так, ну, по крайней мере, мы уже знаем точки, кому обратиться за наградой. Маневоры под пиратским флагом. Ну, погнали тогда, грубо говоря, по этот... По порядочку. Теперь, когда меня не пытаются убить, странствовать по острову будет проще. Так, я не понял, что здесь за... Кого убивают, вы что, ребята? Капухли совсем. Ксения и ее команда постарались. Они сжигают город и хотят, чтобы люди молчали. Забрать торговый корабль, дойти до Тиры и обратно, что тут сложного? Ксения и Охра пригодилась бы. Лишние деньги не помешают в борьбе с... Можем чем-нибудь помочь? Да. Вы говорили о грузе? Ничего мы не говорили. Да и не твое это дело. Обожаю интересные истории. Особенно с несчастливым концом. Истории про Гатарзиса все такие. Он худший капитан на Кеосе. Я хочу найти корабль. Ну, тогда я помогу тебе. Будет о чем посплетничать. Что такое Охра? О, это вещь ценно, как золото. А Финнини хотят забрать всю Охру себе, зазнавшиеся Малаки. Где я могу найти корабль? Зная Гатарзиса, где угодно. Он должен был перехватить груз рядом с островом Лестрис, что к югу от Кеоса. О каком капитане идет речь? Гатарзис? Тебе повезло не знать его. Скорее, Парфенон удержится на плаву, чем он. Спасибо. Если найдешь Охру, не забудь поделиться с нами. Конечно, друзья. Малаки. Нужно найти его. Да, именно так и поступает с операторами. И сейчас лучшая окраска. Тут кабан какой-то бешеный. Кабанил в край. Куда? Опачки. Поэтому мы подперлишь, а камбука сейчас его лупить. Ладно, тут же не кайфую там. А не, знаете, что я на мысль-то натолкнула? А вот в этом местечке найдите и заберите сундук с казной. Вы же понимаете, тут целый форт, наполненный золотом. Грех, конечно, его не взять. Давай сперва вот эти еще квесты такие быстренько заберем. Нам кабан вообще кайфует. Сейчас, они его быстренько отыкал упают. Так, я не хочу их случайно ударить еще. А то на счетке меня бить. Как я его найду без таблички? А то нет, нет. Все-таки давайте мы эти квесты возьмем по порядку, когда будем возвращаться на обратном пути. Все. Где это у нас тут? Вот здесь, да уж. Пишет, драйвить, так, достаточно. Ну, давайте все-таки. Сейчас мы аккуратненько здесь по бережку протолкнемся и устроим им там полный ад. И где ж там мой пегас? Давай погнали. Сейчас самое время. Да ты, блин, прикалываешься. А, господи. А, господи. Вот что сказано, непродвинутый интеллект, как в Алигале. В Алигале там уже и можно и плавать на лошадях, и скакать, еще и подводные бои вести. И мы чего еще. Все, мы на месте. Осталось тут провести диверсии парочку. Ну, для начала, как обычно. Давайте осмотрим эту территорию. Похоже, Ксения правит не всем островом. Сейчас сделаем так и будет править всем. Калифилософ, обнаружен новый предводитель. Ничего себе он утыкан, конечно, братья. Весело, конечно, сейчас будет. Устроим мы им тут полный аншлаг. Для начала, я что-то не могу понять, а где тут находится местный сигнальный огонь? Они что, без него играют, что ли? А, вот он. Я в упор не заметил. Ну, ладно, тогда что, погнали. Причинять полный здесь хаос. Так, вот жалко, в этой части с уступом мы так убивать не научились. Вот это мне сейчас очень плохо. Они идут прямо навстречу, козлы мелкие. Ну, давайте, расходите. Чё, так долго-то? Поднажмите, ребят. И аккуратненько, внезапная атака. Подбираем. И, давай-давай, кидаем тебя во своясь. Всё, надеюсь, тут раньше времени не пойдёт. Хотя вот прям напрашивается. Вот тут ещё подпёрся не см... Нафиг он тут ходит вообще? Если что, давайте сразу кинжалы наши возьмём. Ну, вроде они посменно как-то ходят, непонятно. Сейчас этот сюда подходит. Давай-ка. Кот не собирается идти. Вообще приколасно. Опа, и всё. Хлюпик попался, чё сказать. Ты тоже давай туда. Ну всё, с этим, я думаю, я так справлюсь. Всё-таки потратить ещё адреналина пришлось. Оба-на, и всё. Один щит только остался. Я надеюсь, тот никуда не захочет идти. Кто сейчас пойдёт, смотреть на меня будет. А я стесняюсь его. Давай-давай. Оба-на, и всё. Подборчик, аккуратненько. Так, интересно, получится ли у меня туда... Давай, опа! Гляну ты, чё, в кувшин-то? О, спади. Всё, спрятали труп. Здесь у нас чё осталось, нет? Да, стойка с оружием-то, но мы не любим. Рефлексивный лук, да, ну пусть он рефлексирует. А здесь у них, получается, на отчлежке, можно аккуратненько так их порешить. Да, прям так и трусится, самое главное. Ну, вблизи я никого не вижу, так что думаю... Опа! Красиво это нужно сделать. И прячем труп сразу в кусты. Опа, и никого и не было. Всё, погнали тогда выключать нашу сигнальную башню. Есть минус башня. Осмотрим. Вроде тут ничего такого интересного, даже никакого сундучка не припрятали. Интересно, получится ли у меня... Опа! Давай быстренько я тебя сейчас быстренько... Опа, на и всё. Это было супер-быстро-убийство. Я ж спотел просто, офигеть. И там, и тот, и тут, и там бегут. Ой, сейчас ребята заходят, так как эпично. Им вообще пофиг то, что тут кровавая миссия войдёт. Ага, ага, спотел, спотел, бежит как... Уже не встанет. Что? Скрытая мощная атака. Стар, всё. Погнали. Всё. Ребята, пошли. Начали потеть. Начали идти. Всё, погнали. Помощь, да вы издеваетесь. Давайте с вами тут потанцуем. Фига себе, там сейчас целый гарнизон придёт. Всё, ко мне пришёл мой друг. Сейчас я своим посохом вам устрою тут. Раз, два, три, четыре. Не, в жопу этот посох. Вы что, издеваетесь? Я этим посохом буду сейчас колупать их, как не знаю, как долго. Так, вот он мой топорчик. Всё, пошла, моча потопа. И... Пошли. Вот это я понимаю. Но посмотрите, как я их быстро горло и всё. Так, а тебе надо... Где давай? Ооо, там пуха пошла. Ну чё? Ну да, смотри. Посмотрение такое всё, и мы в стенки влепли. Ооо, там пуха пошла, и мы в стенки влепли. Вращайся, но это факт. Раз, два, и последнюю крутую. Они этого явно не ожидали. Кобана. Раз, и... Давай, ушёшь ты, блин. Где мой друг вообще? Чё-то не упадет, лучше убили, что ли? Нет! Стоп! Ой, будет так! Капец, он уже быстрый будет сейчас. Давай добиваем же! Как же ты и венчился? Умри! Хе! Не убегу это, что сэр. Даже предводитель ко мне пришёл, в гости. Как им весело. Не могу победить тебя так легко. Главное, пешку твою начать делать. А дальше сейчас понесётся. Выпусти! Выпусти! От меня не стыд! Это факт, я даже не сбегу. Тут дальше как бы вода перепрутил, что не смогу... Фальшивая. Есть, всё, последний засранец остался. Я могу даже спрятаться. Он этого точно не ожидал. Нашёл! Ты меня нашёл? Полин, я перед тобой был. Она. Ты погибнешь здесь. Ничтожество. Кобана, не ожидал. Так, вот тут точно мне сейчас начнёт бить сильно. Всё, я спрятался. Я в кустиках. Дерёшься, как пьяная коза. Слышь, а ты видел, как пьяная коза дерётся? Слышь, а ты видел, как пьяная коза дерутся? Да уж. Ну, сейчас он нас откопится, и я своего друга призову. Он тебе тут быстренько копьё навставляет. Ну, в целом, так-то они даже не успели до этого сигнальный огонь включить. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, включайся уже, блин, этот. Есть. Отвлекай! Всё, отвлекай его. Отвлекайся жизнью! Кончай, как говорится. А я пока тут буду наводить местный этот контураж. Опа! Скорее ясно, давай. Всё, собрать здесь я больше ничего интересного не могу. Там сундук какой-то есть. Ой, завоеватель, я бы, как будто откопали. Блин, не получилось. Всё. Калифилософ отбежал. Ребята, давайте. Кайфуйте, гасите всех, кого можете. Чё, тут есть ещё свежего что-то? Да, действительно, время умирать. Пойдёмте, смотрим. Может, чё-то ещё здесь найдём. Чё-то не могу понять. А где тут сундук с казной-то? А, вот он, точно. На карте даже ботинки наёмника. 19-го уровня, кстати говоря. Походу, лучше моего. Чёрный топор. Ух ты, сколько дхар мы получили. Это вот, скажем так, немного. Итак, давайте в снаряжение посмотрим, что там за такой чёрный топор. Эпичный. На 98 луча моего. Это, ага, убийца урон. От тяжёлого клинкового оружия. Боевые ключиореза. Слушайте, может, чисто ради прикола, то, что он красивый такой. Давайте поиграемся с ним. По лукам. Ну, по лукам у нас всё хорошо. Давайте по ножкам. Ага. Всё-таки у нас эпичные ботинки наёмки, которые лучше моего. Чё тут ещё есть по параметрам? Да, давайте одевать их как раз. Повязку мы ещё пока одеть не можем, но это скоро случится. Наручи завоевателя и ареса. Что же лучше? Здрасте. Они почти одинаковые. Только здесь урон убийцы, а здесь охотника. Нет, всё-таки наш пока что лучше. Давайте так и оставим. Всё, погнали тогда. Смотреть, чё мы тут можно ещё разграбить. Но я пока не вижу никаких очевидных, интересных вещей. А сейчас она начнёт его крушить. Погнали. 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 пройти вот здесь чудеса место интересная не это просто такой тайный проходит нифига себе и последний маленький какой-то человечек остался тут остальных мы благополучно низы не зверли крепость свободно больше здесь никого нет их последний этот а так стать на карте взглянуть можем учет еще здесь забыли сделать вот и все пусть умрут от голода действительно нифига себе 16 косарей опыта и 21 уровень новая гравировочка на симурон за здоровье увеличен и конечно же новые очковые способности давайте как раз таки его применим ахат применить мы пока сюда его и не можем знаете что тогда давайте мы его покупаем то есть пока тратить не будем потратим именно когда улучшим наш как бы клинок этого леонида копью леонида эти только пока оденем нашу повязочку даже повязочку оденем да и она не чушная такая смотрю получается лук но лук я точно менять пока не буду целом даже очень не хорошо эти взглянем на карту гера бессмертный гера гера убейте капитана последника петушка остался где ты дружок обязательно найду серьезно где он мы вроде так а фига себе это дома мы кипиш такой навели всех поубивали а тут бац остался один ну сейчас моему скажем приветик главное чтобы он этот того а блин он идет прям сюда ну чё делать-то блин ладно давайте с ним так поиграемся как бы ему мощно калкушку-то злупили он даже этого почувствовать не исполнил а что происходит все кастрировали называется получается всю крепость освободили крепость свободно 7500 плюс единицу в целом нормально давайте тогда посмотрим где у нас тут события то бишь сражения происходит вот она тут не обычное сражение учиться ослабляли мы альфина два эпических снаряжения а тут отожди конец от шатайся один элементы тут 2 и ту и ту классные ту и ту хорошо надеюсь этот не придет к нам а ну давайте сбегаем заодно мы же получим что-нибудь да интересное хотя говоря не открытая . как и стоит ее быстро открыть погнали найду укрытие коняшка давай быстро так долго акрополь корфей скорее всего одно из исторических мест и здесь не было и а и а и а а или и а и и а и и а Цветилище Иаха. Интересно, это какая-то деревня, скорее всего. А где же у нас эти спартанцы? Это афинины. Нам спартанцы. Офармил ткач. И поговорим. Хозяйка орла. Я слышал, что у тебя есть грозный корабль. Поможешь Спарте нанести серьезный удар по афинскому флоту? Мы будем сражаться на вашей стороне. Хорошо. Скоро афинине будут лежать на дне моря. Нифига себе, это будет целое морское сражение. Ой, сражение? Да, это будет очень классно. Надеюсь, это не повлечет никаких там политических местных разногласий. И так. Кого бить? Так, красненькие мои. Те не мои. Готовьте стрелять! Погнали вверх. Попали вроде. Берегись! Они идут на таран! Кто там идет на таран? Готовьте стрелы! Кто там нас протаранит? Вот эта мелкая посудина. Я не понимаю, где у нас огоньница такой? Готовьте стрелы! Готовьте стрелы! Готовьте стрелы! Готовьте стрелы! А мы конечно его сделали. Просто взяли. Ему коголикинули прямо. Думаю. Да, не потребность. еще начинаем движ странно почему у меня огонь конечно не работал на моем корабле что ребята кайфуем понеслась вот это он не ожидал странно чудо вроде они морские типа волки они могут плыть забраться банально на корабль паспорт все восстановлены и даже тут есть какой-то сундучок а не чувствующего тут и не было погнали дальше столько дел управлять кого мне еще тут там основное сражение с ними играемся ага у меня наконец-то огонь появился ну судя по всему у нас у нас здесь очень хорошо идет он остался там маленький корабль какой-то зря конечно мы выпустили а 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 мощная пока кажется что-то ценное Сейчас чуточку надо развернуться, чтобы этот... Давай, попади вот эту красную точку. Почти попадаем. О, наконец критонуло. Сейчас мы им зададим жару мощного. Ух, как они этого не ожидали. Да мы не промахиваемся, ты чего? Почти добили этого гада. Сейчас надо чуть-чуть поближе, чтобы подойти. Какой мимо, пошли маковку. Это у них не лучше, а у нас самым лучшим. Сожжу просто. Все, абордаж. Да, ребята, этого явно не ожидали. Нас никто точно не потопит, и мы сейчас их точно всех потопим. Понеслась, раскруточка. Ух, какой он меня парировал, так классно как. Так, это что за гармония, гармония какие-то там непонятные. Минус один, ништяк. Да, намного я за спину, и пошла. Сейчас длина горячка. Попа, все, срубили гада. Последнего тоже. И теперь быстро смотрим сундучки. Все, добили последнего. Запас прочности восстановлен. Да, конечно, мы дышим еле как, но все-таки справились. Змеиный лук, и там последний сундук. Все, шлем афинского полимарха. Получается, еще нужно парочку кораблей. Это у тебя мелкие фишки. Еще раз. Добиваем, что-то ранить будем. На таран. Все, встал на мель буквально. Все, давайте сейчас мы захватим и заодно установим запас прочности. Эх, куда стрела прошла мимо. Эх, блин, так бы сейчас красиво получилось. Все, минус один. И еще один полетел в освоясье. Шлем Диметрия, ну, страшный какой. Клинок садника. Ну, что-то да, ну-нибудь у нас получается все время. Столько дел и столько неизведок. Опа, как. Все, аппортаж. Отправим их к Посейдону. И не только их. Да, зашибись. Это был самый классный прыжок просто. Опа, минус один отлетел. И последний сейчас. Кстати говоря, давайте, знаете, что сделаем? У нас же вроде в корабле появилась новая этот. Нет? Венекийск, козерог. А мне просто показалось, что у нас, кстати говоря, появилась эта новая внешность. У нас по заданию необходимо, как пират, взять и просто-напросто попиратить немного, уничтожая некоторые корабли и плюс ко всему навести шумихи. Ну, ладно. И по всему мы выиграли, и получается, это теперь под контроль на нашему к этим. Как его там? Спартанцам. О, кстати, в форме он ткач. 36 уровень. У него какие классные клинки. Ё-моё. Да, ребята знают, лук. Так, давайте посмотрим, вообще сколько она. 9800. Я думаю, то, что на продать мне фиговую тучу материалов и будет самое то. Как раз-таки 15 косарей. Ну, да ладно. Я думаю, то, что уже продолжим следующую часть. А пока что всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, комментировал и, конечно же, подписывался. Дальше будет куда круче. Всем удачи и до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok